В Самаре стартовали работы по ремонту уличной дорожной сети на средства, которые дополнительно выделены по решению избранного губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Обновляют покрытие проезжих частей и тротуары. В частности, из 46 объектов, где запланировано привести в порядок пешеходные зоны, в работе сейчас 10. Ремонт тротуаров уже идет на улицах Мичурина, Советской армии, проспектах Карла Маркса, Масленникова и других участках. После принятия решения о выделении дополнительных средств мы запросили список тротуаров, требующих ремонта, которые ведут к общеобразовательным учреждениям. Поэтому списки составлены, исходя из присланных нам участков тротуаров, которые необходимы для того, чтобы дети шли безопасно к своим учреждениям. Сначала рабочие производят демонтаж непригодного для дальнейшей эксплуатации покрытия. Затем занимаются основанием. На одних участках меняют песок и щебень, на других только щебень. При этом, если после вскрытия старого полотна тротуара выясняется, что основная масса щебня в хорошем состоянии, то новый материал подрядчик досыпает только там, где это действительно необходимо. К тротуару по каждому адресу отдельный подход. Выделенные средства расходуются рационально. Все слои выравниваются, утрамбовываются, щебень будет проливаться битумной эмульсией. Также далее предстоит укладка финального слоя из асфальтобетона, входящего в реестр новых и наилучших материалов и технологий. Материалы для всех видов работ заготовлены. Подрядчик трудится в усиленном режиме. На объектах достаточно персонала и техники. Я думаю, на Мичурино до конца сентября будет готово полностью. По максимуму отправили всех, везде, на всех объектах, чтобы быстрее сделали. Поскольку у нас срок не такой большой, зима впереди, постараемся по максимуму прямо быстро делать. Кроме того, еще один подрядчик по второму муниципальному контракту приводят в нормативное состояние проезжие части в разных районах, включая отдаленные. В настоящее время в Красноглинском внутригородском районе дорожное полотно меняют на улицах Гайдара Симферопольской. С этих объектов стартовали работы на автодорогах. Всего же по второму контракту обновят 10 участков автодорог. Работы ведутся по всей ширине. Вначале организовано фрезерование изношенного верхнего слоя покрытия. Далее на всех объектах заменят люки смотровых колодцев. Они будут антивандальными и антишумовыми. Обновят и решетки дождеприемников. Люки поднимут на проектные высотные отметки. На объектах уложат высокотехнологичную асфальтобетонную смесь последнего поколения. Как за ремонтом дорог, так и за ремонтом тротуаров ежедневный контроль. Мы радеем за качество, радеем за то, чтобы наши дороги прослужили как можно дольше в наших погодных климатических условиях. Контрольными мероприятиями занимаются сотрудники МБУ городского округа Самара – дорожное хозяйство. На объекты ремонта выезжают кураторы. Они следят за соблюдением технологии при производстве работ, наличием достаточного количества персонала и техники. Используемые материалы проверяются на прочность. Из нового покрытия будут отбираться терны, толщину и физико-механические свойства которых проверят в лабораторных условиях. В профильном городском департаменте дают оценку текущей ситуации. Нюансы прорабатываются на ежедневных совещаниях. Жители города с нетерпением ждут обновления полотна дорог и тротуаров. Это хорошо. Вы знаете, у нас такая разбитая дорога была. И хорошо, что они делают в сухую погоду. Им хорошо без гряди, нам легче. Главное, чтобы они только не плитку уложили, асфальт. Удобно. И очень. И очень ждем. И очень большое спасибо. Всеми дорогами в городе надо заниматься. Всеми. И этой в том числе. Пока работы организованы в рамках исполнения двух муниципальных контрактов. Всего же их будет четыре. И оставшиеся два. Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары намерен заключить в ближайшее время. После завершения необходимых процедур на дороге выйдет техника и персонал еще двух подрядчиков. Они отремонтируют проезжие части еще на 12 улицах Самары. Таким образом, за дополнительные средства этой осенью планируется привести в порядок автодороги на 22 объектах улично-дорожной сети. А также на 46 объектах ремонтными работами охватят пешеходные зоны. Ремонт на всех объектах требуется завершить в этом дорожно-строительном сезоне. В сжатые сроки до конца октября. Полина Чулякова, Николай Епифанов. События.